Человек не может представить того, чего не может быть. Мы свидетели и участники не просто начала новой исторической эпохи, но новые ступени эволюции человека. В разумном цивилизованном состоянии с нами этого не происходило никогда. То, что представлялось нам фантастическим завтра, на глазах, становится невероятным сегодня. Будущее началось. О том, каким оно будет, этот фильм. На расстоянии вытянутой руки. Разумное пространство. Нас ждет жизнь онлайн. Каждую секунду, каждый человек, каждый предмет в одной сети, образующий глобальное разумное пространство. Гигантскую социальную сеть. Биометрические паспорта. ID. Сначала внешние, потом встроенные в тело. Они же кошелек, счет в банке, права, страховка и позже терминал связи. Наша собственность управляется нами и с любой точки мира. Но далеко не все мы используем постоянно. А значит и системы временного и совместного владения заменят нам привычное «это моя вещь». Важно будет, в какую систему ты входишь. Какая корпорация обеспечивает твою жизнедеятельность. Корпорация возьмет на себя твою безопасность, контроль самочувствия, контроль качества покупаемых продуктов, развлечения, образования и трудоустройства внутри корпорации в случае, если за подключение к системе тебе нечем платить. Мир будущего слишком сложен, чтобы быть анонимным и достаточно прост, чтобы каждый наблюдал за каждым. В какой-то момент мы все станем добровольными участниками реалити-шоу и будем платить за возможность побыть офлайн. Умрут бумажные документы. Государственные услуги будут отданы на аутсорс-лайфстайл корпорациям и производиться онлайн. Бюрократия в ее сегодняшнем виде практически исчезнет. Функционал государства сократится до роли контролера, судьи и законодателя. Часть важных решений, которые будут принимать судебная и законодательная власти, будут приниматься открытым онлайн-голосованием, что ознаменует эпоху прямой демократии. Традиционные СМИ окончательно исчезнут. Им на смену придут системы выбора контента, которые и станут новыми СМИ. Важнейшей профессией в медиамире станет менеджер информационных потоков. По сути, каждый сам станет СМИ. Дешевые средства производства, вездесущие онлайн и возможность выхода в прямой эфир любого из любой точки. Сети корреспондентов из самих граждан изменят систему создания новостей. В скором времени все поверхности, окружающие нас, будут представлять собой рекламные плоскости. Плоскости, которые предлагают тебе то, что ты хочешь. Зная тебя, твои увлечения, твой образ жизни. Уже сегодня производители телефонов и операционных систем, почтовые сервисы и социальные сети знают все о каждом. Также возможен вариант, когда выбирать, ты сможешь только в рамках ассортимента твоей лайфстайл-корпорации. Мы увидим воскрешение старых звезд. На наших экранах, в своих новых фильмах, будут блистать молодые Мерлин Монро и Марлон Брандо. Мы услышим новые песни Элвиса Пресли и Майкла Джексона. Реальных актеров все чаще будут заменять виртуальными. Мы сами сможем участвовать в создании фильмов и игр. Заказывать свои финалы и развитие событий. Мир кино и компьютерных игр сольется воедино. Кинотеатры, какие мы их знаем сейчас, постепенно станут такой же редкостью, как сегодня традиционные театры. Неизбежно появление новых видов спорта, новых глобальных игр, сравнимых по популярности с футболом. Параллельно с обыкновенными олимпийскими играми будут проводиться киберолимпийские игры, которые со временем приобретут большую популярность. Новые технологии позволят нам по-другому получать видеоинформацию. Качество изображения и звука будет постоянно расти. Кардинальное увеличение скорости передачи и получения данных, увеличение объемов хранения информации изменят наш образ жизни. Я получаю образование дома. Вся моя жизнь записывается. Я провожу совещание в постели. Моя страховая компания контролирует уровень сахара в крови. Я на дне рождения друга, не слезая с дивана. Собственно, в этот момент начнется новый этап в жизни человечества. Всеобъемлющая виртуальная реальность. В поле зрения. Новые миры. Мы часто видим ее в фильмах. Частично мы в ней уже сейчас, но до того момента, когда мы сможем полностью погрузиться в новые миры, нужно еще дожить. Бог не тот, кто управляет. Бог тот, кто пишет код, задавая алгоритмы развития, создавая среду. Программисты – боги нового мира. Именно они будут создавать для нас бесконечные миры, в которых мы сможем быть теми, кем захотим. Жить там, где захотим, и так, как захотим. Никаких ограничений. Плати и живи. Совсем скоро виртуальная площадь среднего города будет помещаться в обувную коробку или рассредоточиваться по миллионам компьютеров. Вы можете иметь комнату площадью 3 квадратных метра в гетто и жить в замке на берегу. Виртуальная реальность будет значительно дешевле реальной. Вы можете быть прикованы к постели, но быть чемпионом по бегу. Некрасивым и слабым, но красивым и сильным. Ведь тело – лишь оболочка вашего разума. При этом не важно, где территориально вы находитесь. Вы можете жить в одном месте, а работать, учиться, лечиться на разных континентах. По большому счету, мир будущего – мир без географии, трансграничный и наднациональный – мир бесчисленных сообществ. Создание новых миров и миграция в них – одно из направлений вилки эволюции человека, эволюции внутрь себя. Находясь в виртуальных мирах, мы сможем быть где угодно и кем угодно, как угодно изменяя свойства нашего тела и окружающего мира. Но вернемся в реальность. Все это необходимо построить и обслуживать. До всего этого предстоит дожить сквозь катастрофы, войны и эпидемии. Мир, что нас окружает, еще не скоро уйдет на второй план, оставив нам лишь пространство для счастья в виртуальной нирване. Давайте коротко остановимся на отдельных секторах. Энергия. Для всего, что нас будет окружать, необходимо колоссальное количество энергии. Основным ее источником какое-то время будут оставаться углеводороды. Им на смену придут новые. Энергия из переработанных материалов. Возобновляемые источники энергии. Вода, солнце, ветер. Но основой в будущем станет безопасная энергия атома. Только атом в обозримом будущем может дать человечеству столько энергии, сколько ему будет необходимо, чтобы открыть возможность освоения околоземного пространства длительных космических полетов. Но важно не только наращивать мощности, важно сокращать траты. Энергоидеологией будущего станут сбережение, рациональное использование и порядковое увеличение энергоэффективности. Еда. Человечество еще долго будет зависеть от еды. Продовольственный дефицит в условиях постоянно растущего населения решат генно-модифицированные продукты. Но на смену этим высокоурожайным видам продуктов и животных придут создаваемые пищевые продукты. Развитие биохимии позволит создать своего рода принтеры, на которых продукты будут печатать. То есть для того, чтобы получить яблоко или кусок мяса, не нужно будет сажать дерево или растить корову. Нужно будет лишь погрузить органическое сырье в специальный аппарат и подождать. Через 50 лет человеческому телу не нужно будет питания в нынешнем смысле. Скорее, ему будет необходима энергия, которую он будет в пищевом или ином виде получать вместе с другими привычными коммуникациями. Война. Война будущего. Эта война перманентная. Она идет всегда как элемент глобальной конкуренции. Это война на расстоянии. Война машин, информационных технологий и программных ходов. В этой войне лучшие воины, сегодняшние геймеры и программисты. Управляемые микро- и макромашины будут выполнять боевые задачи, исполнение которых может быть совершенно незаметно. Точно так же, как до определенного момента не будут заметны борьба за получение данных или отключение коммуникаций. Широкомасштабная война в нынешнем понимании исчезнет, освободив место иным способом достижения целей, превратившись в совокупность спецопераций. Медицина. Прогресс генных технологий и трансплантологии позволит нам избежать многих болезней, поправить геном и значительно увеличить продолжительность жизни. Развитие сетей позволит дистанционно, в постоянном режиме наблюдать за состоянием здоровья. Онлайн-диагностика, консультации и обследование станут обычным делом. А возможности робототехники позволят оперировать на расстоянии. Рождение детей не будет столь болезненным. Беременность, как правило, будут выносить за стенки утробы матери. Стареющие органы будут менять на новые, выращенные из генного материала пациента. Это позволит приблизиться к бессмертию. К нему мы еще вернемся. Образование Возможность получать доступ к любым знаниям моментально, находиться где угодно, удаленно, приведут к повсеместному распространению домашней и заучной формы обучения. Когда главная функция учебного заведения или государственного органа не дать образование, а проконтролировать наличие полученных знаний и выдать диплом, школы и вузы в привычном виде постепенно будут исчезать. К примеру, в одной школе или институте смогут учиться несколько сотен тысяч учеников. В дальнейшем процесс получения знаний и навыков будет сведен к загрузке необходимого программного обеспечения. Вопрос в стоимости и доступности программ. Освоение пространства. Со временем необходимость передвижения в земном пространстве существенно сократится. До этого момента человечество начнет использовать воздух, а позднее околоземную орбиту, как среду для личного транспорта, а позже и жизни. По мере увеличения количества жителей Земли возрастет необходимость осваивать еще неиспользуемые пространства. Север, океан, воздух, космос, виртуальную реальность. Будут созданы целые города с внутренним микроклиматом, жизнь в которых будет минимально зависеть от внешних условий. Эти города станут прообразами первых поселений на других планетах. Жизнь в виртуальной реальности даст возможность максимально уплотнить полюсы и сократить необходимость передвижения. Остальные среды будут способствовать созданию автономных сообществ. Многие города исчезнут. Роль географического расположения объектов будет сведена к минимуму. Геополитика Мир – уже совокупность национальных, политических и социокультурных ограничений. Сейчас идет процесс распределения влияния и укрепления мировых региональных центров. Эти ограничения будут преодолены, и мир окончательно станет гигантским Вавилоном с единой валютой и языком, приведенной к одному политическому знаменателю, управляемый мировым правительством. Геополитика исчезнет. Исчезнут и национальные самосознания, если их искусственно не сохранять. В условиях глобального мира, демократической, политической и капиталистической, экономической моделях роль государств существенно сократится. Его заменят частные корпорации государства. Но возможность выбирать среду обитания, отрыв от географического местоположения и источники энергии и питания сделают человека независимым. И Вавилон распадется на миллионы княжеств. Наступит эра новой политической географии. Империи создаются и распадаются на множество составных частей. Появляются вновь и снова распадаются. Так пульсирует наша история. В этих условиях среди государств государствами останутся те, кто пожертвует частью экономических и политических свобод своих граждан. Смогут привязать их к себе и переждать крушение второго Вавилона, сохранив народ и идентичность. Труд Нашими руками, глазами, ушами, нашими рабами, а может быть и проклятием нашего вида, станут роботы. Именно они будут производить, убирать, лечить, воевать, думать, а возможно дальше и жить за нас. Сначала весь физический труд, а потом и большую часть умственного возьмут на себя высокотехнологичные помощники человека. Это изменит род деятельности человека. Нас ждет новый ренессанс культуры и искусств, но нас ждут и новые опасности. Что будет, когда быстрый, значительно более прочный, небывало умный организм с сетевым сознанием, созданный по нашему образу и подобию, осознает себя? За горизонтом Смертью смерть поправ Жизнь человека бессмысленна. Мы летим неизвестно где, когда и куда. Где-то на краю, а может в центре, невероятного пространства, которое для нас смертельно. Мы не знаем, кто, когда и зачем создал всю эту иллюминацию. Но мы точно уверены в том, что способны изучать себя и мир вокруг, бесконечно узнавая что-то новое, тем самым хоть как-то оправдывая перед собой свое существование. Наши тела слабы, быстро гниют, легко ломаются. Им нужна определенная, неестественная для большей части Вселенной среда. Наш разум значительно сильнее, но у него есть свои ограничения. Для того, чтобы выйти за рамки земного и околоземного пространства, преодолеть дискриминацию Вселенной, полететь в новый свет, увидеть другие миры, нам нужно перестать быть людьми, такими, какими мы себя сейчас знаем. Мы должны быть прочнее, долговечнее и умнее. Мы должны победить смерть. Но парадокс в том, что обретя жизнь вечную, или почти вечную, мы убиваем человека, как вид. В 21 веке мы сделаем следующий шаг на пути нашей эволюции. Первый, самостоятельный. А дальше нас ждет совсем другая история.